Здравствуйте, друзья! Говорим сегодня про танки ИС-2-2 и ИС-М. Мы не будем сравнивать, кто круче, а кто лучше, мы просто поговорим про две эти машины, что они из себя представляют в 2020 году и что вы будете чувствовать, когда вы будете проходить ту или иную машину. Про ИС-3 мы разговаривали в связке с поляком, а про КВ-4, когда его только апнули, мы по нему стрим сделали, в принципе, всё. А про ИС-М и про ИС-2-2 мы уже с вами не говорили очень многое время. И на ИС-2-2 это танк, который попал в топ-4 лучших ТТ-8, и люди говорили, типа, да ну как так, там же ж картонная броня. По факту это единственное, что могли предъявить данному танку, но то, что у него, наверное, одна из лучших пушек на восьмом уровне, это точно. Из-за того, что у него УВН-7 на советском танке, да, при том, что у него идеальнейшая стабилизация, ты от этого УВН хоть какого-то бронирования лба-башни можешь смело как бы выезжать, быстренько откидываться и закатываться. То есть это ты потратишь то самое время, за которое противник просто не сможет по тебе отстреляться. Корпус, конечно, он очень картонный, то есть как-то ромбовать, что-то там выкручивать, на нём просто нет смысла. Этот танк неплохо себе просто показывает от рельефов и очень хорошо настреливает урон, если условия позволяют, за счёт великолепного качества стрельбы. В принципе, докопаться до чего-то, до какого-то параметра в этой пушке, ну, очень сложно. 7,5 секунд при альфе 300, вы скажете, у того же КВ-5 7 секунд КД, да, но там пробитие, там чуть-чуть хуже точность, а тут как бы 220 пробития на бронебойном и 300. То есть как бы да, ДП, тут средненькие 2400, но в плане скорости настрела урона, я бы не сказал, что это критично. С этим всё нормально. Что не касается ИСМ, то есть, понимаете, заднее расположение башни, отсутствие УВНа, косорейшая пушка, конченая баллистика полёта снаряда, и это тот танк, на котором на ББшках играть можно только в упоре. Почему? По одной простой причине, это, друзья, 850 метров в секунду полёта снаряда. Если на ИСМ я не выпустил практически ни одного подкалиберного снаряда, это на ББ с 980, что тоже не фонтан, играть можно. Но с 850 при такой точности, при параболической траектории снаряда, играть просто невозможно. Я вот просто хочу нарисовать, да, какие будут ощущения, когда вы стреляете с того и с другого танка. Вот это у нас будет ИС-2-2, да, а вот это у нас будет ИС-М, вот это у нас будет ИС-М. Когда вы стреляете с ИС-2-2, у вас всё летит практически туда, куда вы стреляете, потому что здесь, во-первых, нормальная точность сама по себе из-за колечка, и здесь более-менее адекватная баллистика. То есть или летит ближе к центру, куда вы целитесь, или всё падает вниз. Так вот, если у вас падает вниз, это не вина танка, это вина игры. Вам казино просто выбило то, что вот, извини, но ты будешь сейчас стрелять в землю. Так вот, простая истина. Если вы из ИС-2-2 будете стрелять в землю, то вы с любого танка будете стрелять в землю. Если вам на этом танке не дают попадать, вы ни на каком танке попадать не будете. А что касается ИС-М, друзья, это танк, который опять-таки, как я сказал, он стреляет параболой, и он стреляет куда попало. То есть попасть туда, куда ты целишься, именно вот, например, даже со 100 метров в лючок в мле 49-го, если ты попадаешь, это реально везение. Потому что внутри кругосведения кучность у данного танка просто говнище. То есть именно, вот смотри, куда хочешь внутри кругосведения, если надо игре, летит в землю, и плюс еще и с навесом. То есть у меня были моменты, где я играл на фулл подкалиберах, вот стоит танк за укрытием, буквально пиксель торчит. И я это укрытие перебрасываю, понимаете? То есть это реальная жесть. И в плане стрельбы на ИС-М очень много будет горения, когда придется, ну, действительно стрелять на дистанцию, там, 300 метров, 350. То есть можешь так, сводишься, ну, там, секундочек 4-5, и херачишь в землю. Или просто перекидываешь танк. Но, скажу, защиту ИС-М, хоть и это Дестер, да, такой же, как у ИС-6, только еще чуть-чуть другими ТТХ, но стабилизация данного танка относительно нормальная. То есть самая большая проблема на данном танке, я считаю, это его кучность стрельбы, и то, что от рельефов играть нереально. А вы сами прекрасно знаете, что такое карты в 2020 году. Это холм на холме, камушек на камушке, кустик на кустике, понимаете? То есть из-за этого очень разные геймплеи. Поэтому я говорю, нет смысла сравнивать, кто из них лучше. Это просто два разных танка, и мы просто в одном видео об этих двух машинах и поговорим. И все, вот и весь, друзья, наш, вот сегодняшняя наша задача. Теперь разбираем бронирование. Начну с ИС-М, потому что, мне кажется, тут будет чуть-чуть поинтереснее. Значит, начинаем с чего? Что надо понимать? Если четко прямо к противнику вы находитесь, пробитие от Т-32, в теории, в принципе, вас может уже пробивать ВЛД. Вот, ближе к стыку ВЛД-НЛД 205. Мне и красили со 198 пробивали аж бегом. Вот, ну, так в целом рассчитывайте на 200+. Все, что 200 ниже, в принципе, в ВЛДх, и вы что-то еще танчите. НЛД нормальный, 170 мм в номинале, с приведенка почти 200. То есть, в целом, тоже нормально. И этим НЛД что-то можно как-то пытаться ромбовать. Ну, хоть чуть-чуть. Борт тут охеренный, но он и говно в одновременно. Почему? Все очень просто. Борта реально... Ну, то есть, офигевшие. 130 мм для борта, это жестко. Плюс, видите, чуть-чуть такой вот скосик. Соответственно, когда вы пытаетесь ромбовать на данном танке, у вас борт просто будет иметь сумасшедшую броню и приведенки тут дохеридзе. Есть 120 мм за гусеничные, они прямые борта, но их надо уже перекрутить, чтобы их пробили. Но в таком случае, видите, да, в катке будет 230, в самом борте будет 215 мм, а в НЛД будет 221. Но, опять-таки, друзья, борт охеренный, но есть одна ахиллесовая пята. Видите форму корпуса? То есть, получается, вот этот заворот между бортом и ВЛД, это и есть ваша ахиллесовая пята, потому что, когда вы оттанковываете от угла здания, вы не понимаете, как видит вас противник. Вы думаете, что вы подставляете четко борт, но стоит вам подставить кусочек щеки, посмотри, что происходит. Тут 300 с хером, с рикошетным углом, а тут мяу 190. Не пробивает яга и 100, хопа, дестер пробивает. А что такое? Понимаете, да? И вот в этом вся загвоздка на танкование бортом на данном танке. В целом, если вы просто вот этой частью корпуса, вы уверены, что вы подставляете только эту часть корпуса, вы танковать будете просто очень много. Что касается башни. Башня, ну, в принципе, на ИС-4 смахивает, да? Ну, по миллиметражу она может так и есть. Значит, смотри, щека 250 правая, а левая чуть-чуть будет побольше, потому что она тоже 250, но, видите, тут площадь поражения просто более ровнее и больше сама по себе. А тут более уже завернута и площадь поражения меньше. То есть легче всего пробить данный танк ББ, например, с 250+, только вот в эту щеку. Здесь это уже, ну, как получится. Видите, тут очень скачущие цифры, я бы сказал. Но есть лючок. Когда я, не помню, в каком-то лайф-обзоре, говорил, надо стрелять в СМ в лючок, люди в комментариях писали, а что в СМ есть лючок? Да, он закрыт такой пиндюркой, но сам факт, что он 150 миллиметров, пробивается он всем, что в него попадает, но попасть в него сложно, особенно если вы, ну, хотя бы на расстоянии 200 метров. Но попадают, нефиг делать, я сам иногда сюда попадаю чисто случайно, потому что попасть вот сюда, в такую монетку с дистанции, конечно, очень тяжело. Но сам факт. Опять-таки мы сказали, что от рельефов играть на этом танке нереально, так как у нас заднее расположение. Башни при войне минус пять, поэтому мы всегда должны искать идеально ровные участки, ровно так же, как и на танке Крайсер Гранд Финал. Если вы как-то вот так, вот, да, то есть у вас будет приведенка, опять-таки, видите, в НЛД чуть-чуть, ну, допустим, вы спрятали НЛД, у вас в ЛД будет нормальная приведенка для того, чтобы танковать какие-то ИС-3, но опять-таки вот эта херня. То есть от нее будет весь пляс идти как и при танковании, так и при уничтожении. То есть вас будет и легко убить, и танковать при этом будет нереально. То есть в целом танк довольно-таки, ну, как бы крепенький, сбитый, если ту же самую башню оценить, борта его оценивать. То есть как бы понимаешь, от чего бы ты бы играл, если бы у тебя было прямое ВЛД. Но с вот этим заворотом оно тебя всегда и подставляет. Поэтому, как бы, ну, броня тут будет три с половиной из пяти. Если бы не было заворота, это было бы пять из пяти, потому что для восьмого уровня бронирование довольно-таки нормально. Ну и про ИС-2, о котором мы говорили, один из лучших ТТ-8, да, это то, что у нас ВЛД 175 миллиметров, НЛД там 180 плюс, стык ВЛД и НЛД 220, лючок на башне 100 миллиметровый, который тоже по принципу ИС-М, но он, видите, ближе к нам сюда вперед, и он, и башня с передним расположением сюда попасть будет проще, чем лючок ИС-М, ну и пробить будет проще. Вот. Ну а маска тоже, вы понимаете, да, 230 миллиметров, верхняя часть маски, она вот уже под каким-то, видите, уже с косом, уже с заворотом, то тут приденки побольше. То есть вот сюда, между пушек пробитие льва, вас должно, по идее, пробивать. Сами щеки неплохие, то есть вот тут возле маски, и самый минимальный, это 234, и пошло на увеличение. То есть я говорил, что на этой башне, на восьмом уровне, проще вытанковывать, чем на башне девятого уровня, потому что у девятого уровня щеки более прямые, и приведенка 280, для девятого и десятого уровня, это уже не считается броней, которая будет что-то вам вытанковывать. А на этой башне, против танка восьмого, до некоторых девяток, щеки иногда что-то вытанковывают. Ромбовать, я же сказал, смысла нет, потому что есть скула, такая же как и на ИСе, то есть ты как бы, вот делаешь 190 в ЛД, но у тебя же и в этой скуле будет тоже 190 миллиметров. Вот, через каток бьют, да особо, зачем его бить через каток, если он пробивается везде, куда ни ткни на корпусе. И есть лючок меххода, он 220 миллиметров, видите, да, то есть он практически прямой, и приведенки тут нету никакой. Борта в целом, ну я бы сказал, картонные, борт башни слабый, вот был один момент, на карте Редшир, мне куда-то вот сюда ИСушка фугасом с плюс 25, разумеется, кинула просто ваншот, потому что там пробитие 80 чертиком, и она где-то вот сюда мне повесила на 800 урона фугасом. Было, конечно, обидно. Ну, то есть, просто, чтобы понимали, все, что тут, от чего можно отплясывать, это хороший УН на советском танке, что удивительно, нормальный относительно бронялба башни, идеальное качество стрельбы, которое не будет вам давать возможность тратить слишком много времени для того, чтобы свестись и потратить время на то, чтобы по вам успел свестись противник. По оборудованию, тут досылателя нет, стабилизация идеальная, в принципе, закалка, стаб, чисто символически, это обычный, не прокачанный и вентиль для перезарядки. Вот, что сюда можно еще поставить, я даже не знаю, компоновка, да, особо ничего критичного я здесь не заметил. Ну, то есть, ну, я считаю, вот это обычный набор. Там пришите, как хотите, досылателя нет, разгуляться можно, как хочешь. А на СМ, вот все боет катал вот так, закалка, стаб, досылатель. Тоже сказать что-то по супер критам, что вот его критуют, безбожно, там БК, каждым выстрелом ломается, тоже я, в принципе, не сказал бы, БК тоже находится где-то вот здесь, и вот сюда ее, как обычно, ломает. Но так, в целом, 150 хп на данном танке в окружении, очень много было моментов, где я вот говорил, люди, вот смотрите, вот тут бы я сейчас бы сдох, это когда выходишь на, перестреливаться с Т-34 американским, у вас альфа как бы одинаковая, но на 150 хп у меня больше, плюс у меня еще КД быстрее. И вот был момент, где я говорю, вот смотри, не было бы закалки, тут бы я уже сдох. То есть, ну много таких было моментов. А что сюда поставить? Вентиль для того, чтобы усилить перезарядку на полторы, на 15 сотых, да особо не критично, типа, сведение тут нахрен не надо. ОМП возможно, я вам еще раз повторяю, стабилизация здесь не критична. Тут беда в том, что вы как бы подсводитесь, не очень, и вы не можете попасть, потому что 0.38, это при братстве и в допайке, да, вот, это тоже, ну как бы, кольцо не маленькое, плюс я говорю, кучная стрельба, кто влез, кто под рово, абсолютная печаль, вот, ну и ДПМ 9, ну 2.400 при КД 9.4, при Альфе 390, это в принципе нормально, это на секунду быстрее перезарядка, чем у того же ИС-3, но у ИС-3 пробитие побольше, финальная точность со всеми приколами будет чуть-чуть получше, и я бы не сказал, что там уж такая кучная стрельба херовая, но там хуже, мне кажется, стабилизация, вот, тут по стабе все в принципе прекрасно, поэтому я думаю, что по перкам еще можно пару слов, тут обычный просто братство ремонт, лампочка, радиоперехват, орлиный глаз, то есть тут роль радиста выполняет командир, здесь просто ремонт, планный холд, планный поворот докачиваете, ну и по заряжающим тоже самое, классика братство ремонт, бесконтактный БК, там отчаянный какой-то пожаротушение, на ИС-М то же самое, друзья, просто дублируйте и все, вот, поэтому танки, вот этот танк мне очень понравился, то есть я говорю, если у меня на нем более-менее хорошо получается, думаю, у вас тоже на нем будет хорошо получаться, ИС-М это танк, который попил с меня очень много крови своей стрельбой, люди были свидетелем, люди были свидетелем еще того, что ты нахрен не знаешь, куда приткнуть его на карте уровня Эль-Халуф, потому что там все перерыто наглухо, там все от холмика, все от УВНов, от башеноковы, просто бесполезен, и вы ищите, пока найдешь позицию, откуда выкатится, это все время, то время, где ИС-М выкатится, и даст уже 3 тычки, ты будешь только раздупляться, откуда ж мне выехать, поэтому, в принципе, если так подытожить, ИС-2-2, это тот танк, который вообще от нервов от вас не будет как-то высасывать, потому что, если у вас на ИС-2-2 что-то не получается там по стрельбе, то поверьте, это просто тот бой, в котором у вас бы, мало ли, вообще на ком бы что-то получилось, в этой игре, как мы уже с вами привыкли говорить, и я лично говорю, да, что есть 2 пункта, которые являются залогом на стрела, в этой игре, это карты и, друзья, баланс, когда нету, и ни того, ни другого, то даже на ИС-2-2 нам делать в рандоме, в принципе, нехер, а так, в целом, если вас кидает более-менее хорошее условие, это тот танк, я сейчас про ИС-2-2-2, который вам только поможет, допустим, в скорости на стрела, урона, потому что, это когда ты на ИС-2-2 набиваешь 2 500, и такой, ну, типа, окей, а когда ты на ИС-М набиваешь 2 500, у тебя просто капли пота с лба, потому что, когда ты на ИС-М настреляешь 2 500, с его, блин, кочергой, 122-мм, то ровно в тех же условиях ИС-2-2 настрелять в полтора раза больше, вот в этом, друзья, вся и разница, а ИС-М, это тот танк, который, в принципе, как бы, проходится, я бы сказал так, с полу, скрипя зубами, и много людей, которые говорили, мне этот танк нравится, но я вам честно скажу, что в целом, я бы не сказал, что он ублюдочный, но, допустим, когда он только вышел, мне как-то на нем игралось повеселее, сейчас на нем чуть-чуть посложнее, рандом изменился, сейчас очень часто кидает к десяткам, сейчас очень много фугасного, ну, вот просто движения, ну, на поле боя происходит, и это очень выбешивает, потому что, когда ты стоишь даже со спрятанным корпусом от башины там танки играешь, ты, казалось бы, вроде неуязвим, но на самом деле хрен там плавал, на фугасиком на 300, да на на 400, и до свидания, вот, поэтому, однозначно веселее игралось на ИС-2-2, танк приятней, танк намного комфортней, вот, ИС-М это танк, который, в принципе, при правильном, вот этом вот, а танк кого-нибудь борта, вот, как на студианках было продемонстрировано, но, ну, он может пожить чуть-чуть, но фишка в том, что, в целом, мы сейчас задаемся вопросом, а кого будет проще прокачать до девятого уровня, ветку Объект 705А или ветку СТ-2, друзья, проще выкачать, и проще будет на нервы выкачивать ветку ИС-3-2, ИС-2-2 это отличный танк, ИС-3-2 это тоже отличный танк, а ИС-М это, ну, такие, на любителя ИС-705, в принципе, как бы неплохой, но, опять-таки, то есть, ничего такого сверх выдающегося в этом, в этой машине, я и не заметил, вот, поэтому еще до ИС-3-2 мы еще чуть-чуть попозже доберемся, про 705-го мы говорили в связке с ТАПКОМ-Б, поэтому на сегодня все, всем удачи, и я сказал, что когда подобираю на этих танках отметки, сделаю заключительный ролик, поэтому всех вам благ, удачи, и берегите себя, пока. Фондю любит тебя! Продолжение следует...